привет зрители джейку 70 с нами новый бренд новый автомобиль пока один в линейке посмотрим что нас будет ждать машины привет или выдвигает дверные ручки я готов вам про него рассказать да это зимний тест дал не совсем полноценный потому что планирую взять автомобиль еще когда все это стоит и проверить называется по максимуму а сейчас проверяем шины и систему полного привода преимущества ну и расскажу тем кто хочет приобрести автомобиль кому не терпится узнать про него да потому что ждать еще пару месяцев ну зачем если можно сейчас все в основном рассмотреть мне крайне зашел автомобиль крайне зашел в дизайн потому что крайне мало современных этих вычурных вариантов он зализанный аля современный биодизайн смотрится классно единственное что да вот эти вот катафоты задние они несколько несколько его раздувают сзади я просто сгладил и но это на мой вкус на мой вкус да вкусовщина а так внешность я считаю прям хорошее интересное и классно начинаем как всегда еще с багажника кстати название до джейку джаеку удивительно но легенду под него придумали друзья из китая да потому что китай это лучше автомобиль как вы знаете поднебесный для нас ничего похожего отлично промышленность не предлагает а если предлагает то тоже те же китайские автомобили просто переименованы по детский бренд так вот что же такое джеку на самом деле это немецкая часть а это английская части ягер да охотник и кукл клёвый охотник ну да яку надо было называть ну в общем сложно с неймингом джей 7 есть уже такая машина кстати на отечество рынке с названием то джей 7 тоже удивительно ох как незамерзающий кста и сейчас как раз мы ее даем посмотрим после анализа багажника радует что шторка с нормальной частью направляющими да и действительно не зря вот эту немецкую составляющую сделали ну разве что да вот ведь выдается ручка до закрывания у кого нет до топовой комплектации и тут ну надо явно повыше дверь дело заднюю зато есть леда подсветочки все как нужно и даже удивительно царите тут какие какие сетки здесь могут быть да то есть мы видим что даже багажник скомпонован и сделан не просто до багажник кладем что-то но у нас тут масса крючков вы посмотрите а действительно впечатляет надо будет смотреть что у нас будет доп оборудованием какие будут интересные фишки и смотрите да здесь дополнительные емкости причем это еще могут быть элементы очень интересно как это будет работать и действительно радует правда единственно что лет-то один могли бы порадовать и еще не поставить в общем багажник окей кстати длина машин 4,5 метра вроде небольшая но все влезает здесь у нас полноценная кстати запасочка 235 50 19 да и шин большие это хорошо кстати это здорово потому что что позволяет позволяет получить больше мягкости больше запаса ну и красоту конечно большой диаметр это здорово ну и мы видим здесь дополнительные емкости в общем все сделано как надо вибра промазала в общем действительно хорошо далее зацепляю я бутылку и будут с ней ходить потому что следующий у нас чтобы не бежать сначала заливать мы сначала надо открыть еще да все это дело замок сейчас мы откроем сюда вот так открыли так вот здесь у нас получается сделать вот так вот хоп что мы здесь видим ну пытались да чтобы не было соответственно какой-либо щели но нету липучки вот липучка здесь не помешало бы чтобы все приклеивалось и вот так вот красиво лежал да не вставал видите ну видимо на летнюю температуру рассчитывали на мороз когда все задубеет и так вот стоит в общем теория должно быть вот так окей мы видим топ тизер кстати действительно мне кажется тут немецкая тема реально брали за образец немцев чтобы было круто клево технологично практично что у нас тут подогрева есть заднего дивана usb обычный usb тайп си и место где все дело можно заряжать класс но то ну а то кстати интересно да кому-то здесь сенсор есть и выдув соответственно части гляньте для красоты как говорится вдруг она озаряется до сзади то не ездил интересно проверить далее звук sony конечно оценим сегодня и подсветка да клевые элементы добавляют чтобы было за что глаза зацепиться было за что пораду чем это явно часть металлическая потому что теплоемкость большая а вот это да вот вот этот кафец вообще впечатляет и сам за собой сажусь четыре с половиной метра до есть небольшой контакт но мягкая спинка принципе хорошо и от люк люк на каждого не люк люк . есть панорама но каждый раз приходится ее это двигатель ты хочешь насладиться это единственная автоматизацию который хотел бы отключить в теории это возможно на практике всеми не обнаружил такую возможность каждый раз приходится зима наследил каждый раз приходится все дело вручную открывать далее переходим вперед напомню конечно летом еще раз вернемся к тесту ни разу в ходе движения в течение недели я не залезал под капот ну вот сейчас впервые вместе с вами загляну посмотрю что же джека скрывает там о газовые упоры и двигатель удивительно но здесь никакого де форсажа полноценный 186 сил я понимаю что в китае из другой методики здесь 197 сил в общем у нас стране силы видимо честнее указывается из-за той самой разной методики достаточно этого машина кстати достаточно тяжело вот тут это вот слово достаточно она здесь с одной стороны да вроде бы все правильно но тонны 700 немало четырех с половиной метров это машина значит значит надежно да как говорится масса это приятно масса это здорово ну и доливаем как у нас удалив идет весело и булько доливаем хорошо ничего не залил кстати смотрите да на ремнике не попал закрыл зафиксировал кстати видите она не зря я так вот сделал потому что она здесь сделал четко на часть действительно вновь хочу отметить не зря про не иметь чем говорят там четко любят и вот действительно хоп и те же китайские автомобили тоже могут быть супер четкими они просто зализанными да за дизайнерами теперь да так продвигатель до 186 сил при селектив всегда но может быть полный период как у нас а может быть передний других вариантов нет будем будем ждать развития посмотрим хлоп окей окей красный суппорта у нас здесь а прекрасно все покрашено все здорово на с черным здорово смотрится да будет сильнее притормозить смотрите здесь не рабочая зона зима не время для торможения лишь педаль в пол лишь наслаждение кладу соответственно бывает он закрыть и плюхнуть чтобы она не булькала хоть движение и продолжим про окрасочное покрытие жилетом я думаю поговорим весь замечательно себя что напольная педаль газа вот это вот да напольная педаль газа это клёво кстати есть еще один момент я сейчас его покажу и скажу давайте все активируем прохладно оживает у нас все все обледенелая пишет подогрев руля активируем подогрев все тоже активирую и выйду наружу покажу еще элементы которые безусловно радует и так современный дизайн до разнесена оптика но сделали не просто зауженные полосочки а прям как будто это полноценная фара да хотя основная оптика снизу здесь она соответственно так что смотрится действительно здорово именно то что да много 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 света большая оптика ну и здесь еще один момент хочу вам показать близковато этот припарковался но ничего страшного есть отключение мать и удобные подушки то есть ребенка можно перевозить спереди это очень важно и классно вновь 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 немецкая часть название играет и работает так и все насосал тут сын губотинки ну а прыгаю внутрь и продолжаю рассказ про фламину так у нас зима главное конечно это теплые опции подогрев у нас всего есть это классно догреем сейчас шелуайбовик тут мы тоже все откроем о в два этапа нет да все таки в 2 и вот у нас полностью открывается это приходится делать каждый раз при запуске я не нашел опции быстрых да вот у нас основная история зависит а быстрое меню и спешечку можно выключать и двигаться к нам в разгоне посмотрим как будет ехать главное эш юди да или худ или илс по русски индикации на лобовом стекле есть это классно да и про автомобиль соответственно что у нас здесь и так много много всего до центральная блокировка соответственно работает до задубили открыть люк можно но открыть шторку нет могли еще одну кнопочку добавить я думаю технически без проблем масса режимов вождения и куча 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 настроек даже корректор фар сюда отнесен настроек реально очень много и из главных кстати плюсов здесь есть очень интересные настройки сейчас я их тут найду где-то они здесь а вот вернемся обратно регулировка шага тормоза и регулировка до торможения связано с чувствительностью то есть у нас есть целых два параметра острота и длиннота хода то есть то есть раньше такой помните в вагах было тоже нескольких автомобилях но через вакуум там подключаешь это меняешь как правило здесь пожалуйста настраиваю как ты хочешь усилия по рулю усилия по педали тормоза ну разу что газ нельзя поправить но для этого есть соответственно режимы то есть они фиксируют режим 4 на 4 все советы с ними по-разному газ работает то есть принцессу это настройка тоже по сути 4 на 4 вот в этом режиме то я езжу в принципе да еще и сп отключаю чтобы да особенно здорово двигаться соответственно ну и далее помощь водитель тоже весь у нас здесь весь набор весь набор здесь есть адаса в общем не придерешься но про звук давайте вернемся к звуку сейчас мы со звуком будем разбираться так вот оно поехали это не то это не то вот это нам надо так сейчас включим сейчас мы все включим сейчас мы все включим сейчас мы все активируем так запустить музыку поехали и звук где наша суперпесня то вот она беспроводная зарядочка работает это а 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 Привычный звук от Sony Сверху играет лучше, чем снизу В высоких громкостях раскрывается оптимально Единственное, что, конечно, добавить бы реальных кнопок Еще одну крутилку громкости Потому что вызывать ее вот так Не так удобно Сенсорные кнопки Но реально панель у нас двигается То есть она целиком двигается Ты понимаешь, что нажал Но кнопки при этом сенсорные То есть единая кнопка Сам автомобиль определяет, куда ты там нажал В какую часть Окей Ну и можно теперь двигаться Посмотрим, как у нас тут все обстоит С движением Ах да, расход Ну а расход нам пока не покажут Да, но зато, кстати, смотрите Вот у меня получилось что? С очень низкой скоростью, средней А теперь поехали Посмотрим, что нам в движении покажут И посмотрим, как считается расход На прибор, кстати, очень много всего выводится К экране это удобно Ну вообще, конечно, большой экран Это здорово Ах да, и еще Так много функций, что, да, порой Это не про все можно сказать Как нам надо так сделать Able CarPlay Что беспроводной есть Что Проводной Заодно вот покажу Давайте Припаркую сейчас Движения этим не заниматься Ну вот, соответственно И показываю Да, работу Оп И Должен нажить у нас CarPlay сейчас Вот, пожалуйста CarPlay работает Все четко Так что выбирайте Любой способ подключения Но помните По воздуху работает По-прежнему Не оптимально А, еще, кстати Смотрите Здесь, например, удобная бархатка Наклеена И подсветочка есть внутри Плюс охлаждение Вот это вот, да А также разъемов USB Здесь достаточно тоже спереди Что, конечно, здорово Тут и USB Type-C И USB Соответственно Type-A Классический В общем, все Есть для того Чтобы чувствовать себя Максимально Уверенно В современных историях Ну и поехали Проверим, как работает А полный период работает хорошо Именно вот в обычных условиях Да В движении Смело жмешь на педаль И Идешь Вперед А тут вопрос в другом Что Попытки Выезжать куда-то Ну Не знаю Не знаю Насчет Этих попыток Насколько для Вот там Сурового Уфроуда Автомобиль Несмотря на название Охотник Все-таки Мне кажется Это преимущественно Кроссовер Для того Чтобы покорять Твердые Твердые дороги А не Соответственно Бороздить Какие-то безумные Колеи Идя За УАЗом Хотя Да Вот эти вот Артефакты Специальные Чтобы там Ощутить Драйв Они конечно есть Едем дальше Очень удобное Рулевое колесо Прям С плотным Хватом Диаметром Оптимальным Вообще Действительно Джейку Джей 7 Или Джей 7 Крайне Мне понравилось Невероятно Думаю личное Оценочное осуждение Как говорится Скажет Мол реклама Нет не реклама Ни разу Именно ощущение Того что Автомобиль Прям вот Зацепил Вот этой продуманностью Багажного отделения Элементов здесь Там Класс Единственное что я бы Конечно В В климат Внес Изменения И добавил бы Поток воздуха Вниз Более Интенсивный Потому что Получается так Что снаружи У тебя сверху Тепло хорошо А ноги Более прохладное Хотелось бы наоборот Чтобы вдвоем было Похолоднее А ногам Потеплее Даже вот в такой настройке Все равно получается Что Как тут Передувает Сверху Но ничего Я проинформировал И поехали дальше Очень уверенный разгон Правда Вот двигатель Несколько Несколько Подзуживает Да То есть Он такой Скажем так Не самый Благоозвучный Желание Там его Вкручивать Звон Тоже Какого-то Особо Не Возникает Ну и снизу На самых низких Оборотах В режиме Режим Песок Где он там Режим Грязь В другую сторону Режим Вот это Эко В нем Получается Ну Более Скажем так Нагруженно Потому что Обороты Снижаются И ниже Вот это Самое Значение 1.4 1.5 Двигатель Да Более Более Нагруженно Работает Ну естественно Помощь турбина Минимальна А желание Поэкономить Топливо Есть По движению Зимой Все хорошо Естественно Там в каком-то Безумном Пределе Когда там Пытаетесь Показать какой-то Суперкласс Понимаешь Что Не настолько Быстро Срабатывает Например Подключение Задка То есть Чуть-чуть-чуть Вот этой Немецкой четкости Добавить Именно по полному Приводу С другой стороны Моноприводная версия Вообще Все равно Как она будет Тому как там Заднего привода Нет Да И можно сказать Про Про селектив В целом Работает плавно Но порой Чуть-чуть Рисковато В принципе Можно это Списать на Зиму Когда Про буксовка Все такое В общем Можете Мы стояли на месте Лупили 9 литров На Особие Ну Очевидно Что Автомобиль Только в движении С момента Запуска С момента Движения Начала Движения Скорее всего Надо писать Это запуск Потому что Да Реальный расход Он получается Здесь Вот Вот он Да То есть Крайне низкая Сейчас скорость Очень тяжелые пробки В городе Ну вот так вот Да и А за город Я не выезжаю Соответственно Получается Так Проехал Я 450 Км Вот так Включаем Наверное Расход Сейчас поедем Дальше Посмотрим Как подъездка Себя ведет На 19 колесах Оценим Возможности В машине Кстати Тихо Причина Двойное Остекление Здорово Ну а то Вот так То есть Пашные Прям плюсы Про автомобили И здесь И тут И там Все хорошо Класс В общем Такие вот Истории Приятный автомобиль Еще на Польную педаль Ну раз Сейчас я буду Видеть 11 Динт А вот С этих С этих оборотов Нагружен Вытягивает Ну хоть Режим Читой Повеселее Ну пожалуйста Да Ужен Песок Или в спорт Можно сделать Да Тоже Низь Оборотов По сути Быть не должно И Будет Веселее Сейчас я преимущественно Езжу Режим Песок 4 на 4 Езжу Просто Режим Грязь Режим 4 на 4 Самый Кайфовый Режим По нынешним Временам Это тоже Вот зеркало Достаточно Сильно Отдаляет Предметы Зато Все Все Видно Ну и здесь Кстати Да Меч еще Очень большие Зеркала Очень большие Зеркала Реально Смотрели На немецкую Школу И делали По крайней мере Не хуже Чем там И Попридираться Ну сложно Да Моменты Я обозначил Добавил бы Кнопочку Открытия Или логику Автоматического Открытия Шторки Например Да И С климатом Чуть-чуть Побольше Был В ноги Ускорения 108-6 сил Вполне Хватает Заявлено Около 9 секунд До сотни 8.9 Но Сейчас По Зиме Не знаю Разгонять Тут еще GPS Вырубили На районе Вообще Ничего Не работает Пятое колесо Спору Приделывает Для измерения Динамики Ладно Двигаемся Дальше Проезжаем Камеру И Можно Прискориться Небольшая Задержка И Пошли На разгон Включим Включим Вновь Эко И Обратную Сторон Уже Поедем В нем Посмотрим Как автомобиль Идет Вэко Задержка Прямо ощутимая Между подключением Заднего Привода Это нужно Учитывать Соответственно Это единственное Хочется отметить С другой стороны Все правильно Автомобиль Должен быть Преимущественно Перенеприводным Для того Чтобы что Обеспечить Минимальный Расход топлива Ну и Поехали дальше Кстати Креса шипованные В машине Тихо Кайф Настройки Кстати По климату Есть еще Интенсивность Тоже То есть Можно Выбрать Насколько Вентилятор Думает Так что Прям Продуман Продуман Ну Фравномерно Двигаемся Ворот То мы видим Два и три Сейчас посмотрим Последим Чуть Посмотрим Как у нас будет Здесь Лепестков Кстати Нет Мануальный Режим Отсуществляется Через кнопку Не самое Скажем так Удобное Решение Я предпочел Конечно Лепестки Поинтереснее И вот тут Вновь Тормоза Тормоза Строил Просто Под себя Пожалуйста Дополнительные Опции Такой уже Оп Хорошо Ладно Идем далее Идем далее Двигаемся Вперед Продолжение следует Двигаемся Как едет Как едет Соответственно Оценил Джейси Прям Хорош Он реально Хорош Он Меня крайне Порадовал Крайне Порадовал Все возможные Опции Да Чай отдаст Правда Зимой Опять же Не всегда Работает Извини Условия Не Соблюдены Соответственно Видите Извини Извини Ну ладно Окей Зима Согласен Согласен Зимой Лучше руить Самому Благо Позволяет Кстати Наверное Знаете Из-за того Что Испытов Так Сделать О Видите Как Можно Прорегулировать Сейчас Все Сделаем Четко Настраиваем Делаем И Едем Вперед Ну Автопилот Естественно Здесь Не видит Повороты Как говорится В этих условиях Понятно Почему Вот Но Главное Здесь Содержание С дистанцией Отключаю Все эти Разметки Помощи Потому что Ну Совершенно Бесполезно В текущих Условиях Вот Вот такая вот машина JQJ7 Крайне Интересная Крайне Удачная На мой взгляд Именно По Потребительским Свойствам Вот как Есть Сел Поехал Впечатлился Думаешь Да Да Качество Да Да Верю Да Да Здорово Так Вот Ну и будем Следить за маркой Посмотрим Как будет Развиваться Первенец На нашем рынке Прям Да Все как Надо Где надо И почему Надо Ну а те Особенности Я озвучил Где можно Доработать И сделать Еще лучше И в этом Я конечно Молодец На самом Прощаюсь Друзья До встречи Пока Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...